Хочу поговорить на тему денежного мышления и конкретно о том, каким деньгам мы готовы. Меня зовут Вера Горячева, я MLM-предприниматель и растущий лидер компании Siberian Wellness. Речь вот о чем. Когда люди приходят в сетевой маркетинг, они хотят зарабатывать, например, 100 тысяч рублей. А в предыдущий их финансовый опыт 30, 40, 50, даже 25 тысяч рублей. И вот когда они поработали там месяца 2-3, может быть полгода, год, у них не получается выйти на этот доход и они сдуваются. Что происходит? Конечно, результат зависит от многих составляющих, от методов работы, насколько они эффективны, от наставников, как они дают вам разборы и обратную связь, от маркетинга компании, насколько он сбалансированный на каждом этапе. Если у вас этого нет, конечно, что сидеть без результата, нужно искать, тем более сейчас вариантов очень много. Но если вы видите, что другие партнеры в вашей команде развиваются при тех же самых условиях, в которых вы находитесь, но вы при этом не растете, значит, дело в другом. Оцените свое состояние по отношению к людям успешным. Когда вы видите чек своего наставника в 100 тысяч рублей, что у вас происходит внутри? Вы завидуете, у вас недоверие, вы начинаете злиться, и шкала энергии прям зацикливает вас прям негативными эмоциями. Или вы начинаете ненавидеть уже этих людей успешных, начинаете себя сравнивать с другими, не понимаете, почему вы не такой, почему у вас не получается. Вы же все делаете для того, чтобы точно так же иметь этот результат. В общем, когда у вас эмоции на успех других людей негативные, это значит, что вы не готовы еще к этим деньгам. И знаете что, друзья, это происходит абсолютно у всех. Есть три стадии, когда вы продвигаетесь к большим деньгам. Первое, как я уже сказала, когда вы негодуете, начинаете сравнивать себя с другими людьми. Второе, это то, что вы начинаете принимать успех других людей. Вы радуетесь за своего наставника, вы его поздравляете в чатах от всей души, потому что вы понимаете, что вы тоже на этом пути. Вы начинаете благодарить этих людей за то, что они показывают вам этот путь. И вверх совершенства, когда вы отпускаете ситуацию, и вы ровно смотрите на успехи других людей. Вот в этот момент высвобождается энергия, которую вы до этого тратили на других людей. Вы не занимались собственным развитием. И вот этот третий этап, это как раз продвигает вас к вашим чекам. На этом этапе вы начинаете работать над собой, и вот эта концентрация этой энергии продвигает вас. С этого момента вы начинаете ассоциировать себя уже с этой цифрой, не другого человека. Не его успех вас беспокоит. А вас беспокоит то, насколько вам сегодня не хватает тех ресурсов, которые вам нужны, чтобы достигать этого результата. Я сейчас тоже прохожу этот третий этап. Да, я морально готова к этому чеку в 100 тысяч рублей. И что могу посоветовать на старте новичкам идти к этому состоянию? Первое. Не фокусируйтесь на других людях. Сфокусируйтесь на себе, на своем развитии. Очень часто люди залипают в соцсетях, в сторисах, на чеки, на успехи других людей. Чем больше вы будете смотреть за успехами других людей, тем меньше времени у вас будет на собственное развитие. И вы начнете выгорать, потому что сравнивать себя с другими. И второе. Найдите того человека, чей результат на данный момент будет вас вдохновлять. Когда я год назад пришла в сибирское здоровье, мой наставник зарабатывал примерно 25-30 тысяч рублей. Меня это вполне устраивало на тот момент. Сегодня мой наставник за два года вышел на чек больше 300 тысяч рублей. А премии бывают и за 700 тысяч рублей. Если честно, то могу сказать, что если бы мой наставник зарабатывал больше, меня бы это просто бесило. Я бы не верила в эту цифру и навряд ли к ней пришла. Сейчас, спустя год, мой средний доход, это 70 тысяч рублей. В прошлом месяце 80 тысяч рублей было. И я вполне себя ассоциирую с этими цифрами и вполне готова прийти к 100 тысячам рублей. Я верю, я вижу, как идти по этому пути. Благодарю своего наставника, что она мне показывает этот путь. От 35 тысяч рублей до тех цифр, которые я хочу видеть. Направляйте фокус своего внимания на эти первые шаги. Первые 10, 15, 20 тысяч рублей. Вот прям сосредоточьтесь на том, что вам нужно, какими навыками овладеть для того, чтобы нормально зарабатывать легко эти деньги. Третье. Нужно осознать, что чем выше квалификация, тем выше ответственность на этой квалификации. Чем больше денег, тем больше ответственности. Как это не банально звучит, люди хотят больше зарабатывать, но при этом не хотят брать на себя эту ответственность. Когда я осознала спектр задач на этом этапе, я четко стала понимать, что я готова обучать свою команду. Я готова тратить больше времени на то, чтобы самой повышать свой уровень развития, чтобы давать это своей команде. И когда я пришла к этому пониманию, рамки моего мышления расширились, и открылись мне эти большие деньги. Да, люди сами отдаляют себя от этих денег, боясь этой ответственности, боясь меняться, боясь что-то делать больше, нежели они умеют делать на этом этапе. Я желаю новичкам на старте как можно быстрее проходить эти три этапа и достигать своих вершин. А если вы хотите со мной это делать, то мои контакты под видео я приглашаю в свою команду для того, чтобы достигать того успеха, к которому вы уже готовы.